я пишу видео как мы отсюда идем это конечно жесть жестяная потому что нам сейчас надо будет пройти где-то три километра может четыре еще пока не уверен вообще как мы дойдем если смотреть историю этого похода то мы получается пошли сюда отчаянно не взяв вообще практически никакие с собой деньги естественно виноват папа ну а как иначе просто папа то думал что у нас как выборге можно там парк манре-по зайти и там где-нибудь сбоку обойти нет здесь такой ребята не канает значит нигде не написано о том что это стоит допустим там каких там 15 там на человека 15 лир вход в эту башню цитадель в этот если бы они написали в это скажем так снизу где это было при входе то это было гораздо бы прикольнее а так получилось то что получилось мы значит получилось то что значит мы сюда дошли до середины нас догнал таксист предложил свои услуги захотел за это он для начала 5 евро потом он был призван к совести сказал что он поедет как бы за 5 долларов потом он был призван к совести второй раз ему было предложено 4 доллара бог с ним значит четыре доллара он согласился причем не сразу сперва он там строил у себя там незнамо кого типа нет не повезу да вы что да бензин стоит дороже да вообще тут за такие сделки никто ничего не делает короче мы от него отошли метров на 15 подъехал к нам и стал значит типа все поехали поехали ладно поехали я у него спрашиваю сколько здесь значит высота до самой этой башни мне было он сказал а так что высота до этой башни составляет порядка трех километров едем вроде все нормально и оказывает что это паразит нас просто довез до первой площадке то есть от нее до еще километр идти до самой ты цитадели то есть у нас просто обманул но он провез нас максимум километр вместо трех так что таксисты здесь народ такой предприимчивый если ты ему мало платишь у тебя мало везет все справедливо можно сказать вот по поводу самой башни значит там видео не стал занимать снял здесь там интересно там можно посмотреть единственно что такой момент значит там написано один смотровый как бы один билет один билет на 2 башни 1 башни там на ремонте или она закрыта в общем там только есть две смотровые площадки я думаю что если только там можно будет пройти посмотреть что-то в целом открывается вид на аланию очень очень интересно очень красиво то есть вот это вот получается на рты тоже на раскрытие алания но это другая сторона мыса этого вот а там где вот где я сказал так открывается вид на пляж клеопатры вот это вот нор правильно в целом в целом все понравилось все посмотрели все хорошо в общем сейчас мы топаем нам топать еще дофига жара сейчас на улице порядка нам ну наверно солнце красок 40 45 так что будем пробовать до билетом стоит 15 лир на взрослого дети дополнен до 12 лет за бесплатно до 11 лет а вот получается за бесплатно спасибо всего доброго позвоните позвоните нам если ходить в общем какая-то хрень короче говоря идем идем дальше вот кстати вот этот вид на вот эту вот башню получается как бы вид сверху да как она вот выглядит сверху вот такой вот башня башня в принципе вот большинство магнитов именно с ней вот а так в целом симпатично здесь ну кстати сама турция она в большинстве своем 1 2 3 этажные максимум то есть какие-то там высокие постройки это только для городов свойственны в самой и насчет турции самой турции если общество берешь возьму другу вот там очень все маленькая у них там народу порядка 79 или 80 миллионов человек живет усиление молодой как они сами говорят сейчас 2017 год июль месяц сейчас у нас жарко я привет привет а может такое брали спасибо спасибо да значит сюда ходит автобус номер 4 автобус номер 4 но у марии саре переходим налево значит сюда ходит из города саланья ходит автобус автобус номер 4 автобус городской муниципальный то есть по моему стоит он за 2 лиры за человека единственная проблема в том что значит не неизвестно неизвестно дай выкинь ты эту фигню куда-нибудь какое там расписание у него и но в принципе он ходит довольно таки часто то есть проблем больших нету автобусы у них в основном с кондиционерами то есть это удобно да кстати автобус ходит на самый верх то есть там действительно можно будет у него все где-нибудь там внизу в алании доехать до самого верха и я скажу таком что это надо самый оптимальный вариант для того чтобы именно вот таким образом получается ехать если ехать на убрать машину ну машину каша тоже можно взять но единственный такой момент у них очень дорогой бензин бензин дорогой и проблема в том что движение такое скажем бешеное то есть как говорили нам как нам говорили нам гиды у нас есть правило но их никто не соблюдает то есть допустим идешь по ну допустим по красному светофору то есть для машины стоит красный светофор она должна стоять да а он может запросто на него поехать вообще без проблем едет на красный ты подходишь допустим какой-то там например пешеходного перехода ты подходишь вот у нас в россии люди должны и так они делают если они подходят они показывают намерения водителя о том что я сейчас буду останавливаться до чтобы переходить дорогу машина останавливаться ты переходишь естественно ты же пока молитом какой-то отмороженного любом случае поедет и будет давить как говорится всегда прав тот кто оказался жив поэтому всегда оставляем если мало как дурак едет то ты конечно остаешь и никуда не едешь не идешь вернее вот и тут что можно сказать так у них хороший так вот ты подходишь к тебе горит зеленый сигнал светофора ты должен ты должен идти и ты идешь и тебя давят короче эти турки они тебе еще сигналят какого хрена ты переходишь и мешаешь им двигаться то есть ты переходишь дорогу они тебя еще начинают давить то есть вот такое у них угарное здесь получается движение что еще можно сказать значит сами по себе турки люди такие довольно таки интересные очень прижимистые то есть например такой ситуации было наш значит туристический автобус который стоял значит у нас должен был по идее вот мы вышли с аквапарка этого легенда море или как он там как и называлась правильно легенда земля легенда значит он должен был нас в принципе дождаться дождался молодец но сам сидел в пустом автобусе с включенным кондиционером на холостом ходу что он делает приходят люди приходят дети он берет просто сам выходит курить открывает на счету двери открывает окна свои и выключает машину и чё хотите то и делайте то есть хотите жарить хотите партись короче говоря люди ему подходят говорят слушай имей совесть кучи кондиционер он говорит что я типа как бы не понимаю моя твоя не понимает ну и прочая чушь по сути просто они такие наглые хитрецы и у него когда призываешь к ответственности вот и значит что получается кстати вот так вроде они все-таки улыбчивые но надо понимать что они улыбаются к этим платишь деньги наверное такое везде но здесь это особенно так скажем так заметно то есть если ты хочешь чего-нибудь получить от турка он тебе изначально это сделать все хорошо но потом даст тебе понять что надо платить даже если у тебя все включено тебе просто будут таким лицом над наливать там какие-то напитки что ты будешь недоволен тому как бы тебя обслуживает то есть не знаю как будто ты ему должен наливает в кредит по-другому ты не скажешь вот так вот по поводу этого водителя с кистью кондиционером значит кстати говоря вот этот автобус вот о таком же мы катались вот значит вот который написано до окай или окай вот и да кстати вполне возможно этот именно этот автобус и есть на котором мы вчера были да 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 аккуратно машины аккуратно машины вот так вот короче говоря уже кому-то весь автобус подошел сказал сейчас все просто не знаю тут разорвем нафиг за тебя народа там скорее всего есть вот ему скажет еще сломаем что заведем самите вообще в автобус не пустим только после этого он включился так это вот у нас автобусы кстати говоря вот он 9049 ха 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 вот как раз этот автобус наш и есть ну и как бы фиг на него это хоть уже другой водитель так что проблем здесь нету вот так что вот такие вот дела да вот ну ладненько мы тем самым временем идем уже все ниже 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 значит что касается жары здесь действительно очень жарко мы здесь были значит в 2014 году здесь такой жары не было было конечно жарко но было от силы там плюс 30 30 там 3 сейчас около 40 около 40 то есть действительно печет вообще жесть обязательно пользоваться какими-то этими услугами то есть этих вот назвать короче у вас увлажнителей до загара после загара аллах но сеньки на ума не сори сори ну то есть короче если у тебя чушь начинает предлагать сразу и бабок нету тут же отстает от тебя потому что напомним турку важно чтобы ты ему дал денег нет денег но ума не на ухани вот так вот вот еще идти идти так что у нас очень увлекательное путешествие сегодня будет кстати не так уж много осталось идти на самом деле но мы идем мы полны сил мы бодрые мы веселы как говорится бодрее надо говорить бодро а ведь весело на год веселее так что мы чапаем вообще правильно идем для так я вот подумал и же по-моему только одна дорога да и на дискуссия людям рассказывают от дискласс да так что вот так вот в принципе да ну или хорошо я тут начинаю как говорится попробовать что и такой как видишь если еще ты начинаешь какой-то чушь нести принципе 90 процентов блоков они именно об этом то есть ты идешь и расскажешь какую-то хрень вот другие люди смотрят да это полное говно абсолютно верно ну ладно сейчас нам снова предлагать услуги такси сейчас ему скажу что у нас бабок нет лучше с отвалит а может сразу проедет мимо сразу поехал мимо ну и на него вот такие вот дороги с котятами а так в целом нормально нормально идем 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 и мы снова идем и это снова мы и снова здравствуйте и снова чапаем ну и как-то пить не хотите еще так на на возьми воды попить обходи машину пойдем да кстати надо вот еще рада должное такой момент был очень мне понравился то есть в этом плане при входе в башню принимает только лиры можно либо оплатить лирами либо оплатить кредитной карты доллар они не принимают это видимо государственный музей них там принимать только местная валюта вот значит у нас как раз таки с учетом поездки на такси за которым отдали 4 долларов я не думал что нужны будут деньги там взял на мороженое там на воду не более того и мягко говоря значит мы заходим в этот самый какой-то там забегаловку которые можно применять деньги на курс был невыгодный то есть там не три с половиной а три там три четыре получается 1 доллар то есть три четыре лиры за одну дозу за 1 доллар дают вот и при таком обменном курсе при таком обменном курсе нам ровно хватило 30 30 лир чтобы купить два билета ребенок был за бесплатно так вот смысл о чем здесь получается следующая ситуация мы зашли в этот магазинчик такой который торгует магнитами где можно было бы разменять деньги значит заходим туда просим а он говорит нет ребята что-то либо что-то покупать или так менять не буду ну тут получается как бы такая безысходность была то есть ему просто говорю дружище денег больше нет есть только то что я вот показал ему значит нам дали воду он пробил воду за нее ничего не взял хорошо покажи бы тут да за эту бутылку он ничего воды не взял то есть просто подарил лишь на ребенок стоит вот и разменял нам деньги нам хотела ровно то есть в принципе когда вы с детьми конечно на халяву рассчитывать не стоит но они начинают они могут могут помочь то есть если ребенок есть могут дать воды могут какую-то не знаю там может какую-то скидку могут сделать потому что все-таки дети здесь тоже приоритете вот значит что касаемо того водителя который вот был значит в автобусе который нам по сути не включал кондиционер ближе к подъезду гостиницы нам там оставался там это на километров 10 насчет или даже 15 он сказал такую вещь на типа детям бесплатно воду холодную там какую то есть без слов ребенок уже устал бесплатно воду то есть и в принципе всем дали по бутылке воды это было очень классно попей еще водички ленчик не хочешь все уже тогда все мы уже практически пришли вот уже горка вот все уже не смену мужу реально внизу да пошли а мы пойдем потому что ну по-другому тебя никак не у тебя никак не мотивировать вот значит и вот такая ситуация то есть давно будут ну и либо он по что он там накосячил как бы таким образом и решил значит как-то оправдаться ну что все дотянете да выбор есть выбор нет принципе осталось уже совсем фигня сейчас мы наружу и спустимся вниз вот эти скорее всего дома это но хотя вполне возможно что тоже гостиницы вполне возможно может быть это лишние дома самих турков то есть в принципе когда допустим едешь куда-нибудь такси осторожно когда допустим едешь значит вот смотришь по сторонам когда вы там по муколе там или еще куда вот именно примерно вот так вот их дома и выглядят то есть небольшие двухэтажные дома вот я думаю что мы практически уже и пришли потому что остался там небольшой поворотик и наверное вот мы уже и будем на месте так сейчас сейчас мы едем на проходит we take all the сторону осторожность стоп-стоп стоп-стоп-стоп-стоп там будет поворот помыть youtube поворот будет все переходим быстро быстро быстрого быстрого дома я лоя лоя ло я лоя по прямой вид В большинстве своем транспорт турков Это вот такие вот мопеды, мотоциклы Всевозможные То есть у них есть там какие-то дорожки Для пешеходов Где написано, что здесь нельзя находиться На этом самом Кататься по ним на мотоциклах Еще на чем-то Катаются в полный рост, еще и не включают фару То есть идешь ты, допустим, вечером гуляешь Они врубают эту свою Тарантайку Шпарят по дороге по этой 60 км в час И радостно идут Нам направо-вниз Вот, ну, пожалуй, наверное, это уже все Так, Лена, подожди, стой-стой-стой Нам не направо-вниз, нет Нам туда Вот в ту сторону Это кто, и к этой туре Домлатаж Кале Слушай, а вот Куда, куда, куда? Вот туда? Сейчас еще раз спросим Туда, да? Да-да-да, Клеопатра Спасибо, спасибо Да-да-да Спасибо большое, дружище, спасибо Но такие тоже ребята попадаются То есть, если ты заблудился, он тебе подскажет Вот Дай попить Я уже пила Пей еще Хорошо, не пей, не пей больше А вот, Клеопатра-домлатаж Все правильно, идем Я не Клеопатра говорю, а Клепа Хорошо, Клепа У меня Клепа Вот Ну вот, собственно Такой вот открывается вид Красиво здесь, конечно Красиво Здесь Наверное, процентов 90-е Живет, конечно За счет туристов Вот такие вот домики прикольные Двойные лесенки Очень так симпатично смотрится все Ну что, все супер Все супер Все устали, конечно Тут не без этого Очень жарко Самый атакающий момент Вот когда мы были в Египте Шамаль-Шейхи Значит, там тоже Там даже жарче, чем здесь Но там воздух сухой Там Сухой воздух Значит И вот эта вот жара Она не так сильно, как бы Как здесь Так отягощает ваше путешествие Потому что При очень влажном воздухе Очень тяжело дышать Вот Нам туда вниз Вот Так что приходится Значит Таким вот образом Себя испытывать Своё терпение И оправдывать свою глупость Записывая эту чушь На видеокамеру Потому что Папа, блин Не взял с собой деньги на автобус Ну кто знал Ну у нас-то просто пройти Там пять километров Допустим В России В Выборге Это вообще ни о чём То есть Ты не замечаешь Как ты их уже прошёл А здесь по-другому что совершенно Тяжело Нудно И жарко Слушай, я не помню А мы же, по-моему Это Мы пешком это проходили Или всё-таки у нас По-саму низу Подцепил таксист Проезжали, да? Или проходили пешком? Проходили Ну сюда осталось совсем немножко Как нам сказал тогда Помню Дит в автобусе Ну теперь давайте я помолчу А вы отдохнёте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая вот прелесть Вот такая вот прелесть Дай таких уже Пускай допивать Вот на холостом ходу Я не споехал На холостом ходу Здесь мы точно пешком шли Пешком, да? Отлично А пешком мы очень мало Дошли Нас практически там буквально Сразу зацепил таксист Вот типичные третские дома Для самих турков Не гостиница Вот такой вот вид, короче, у них из окна Это там находится наш отель Отель у нас называется Кахе Или Кахе Четыре звезды Могу только его порекомендовать Все очень понравилось Вот еще одни безумные Пошли Ой, по-моему, это уже, да, все Это финиш Вот он, финальные метры нашего похода Финальные в том плане, что мы уже, по-моему, приближаемся Ко входу вниз Что касается еще скоростных ограничений в Турции Значит, у них очень часто пишут такую вещь Как, например, там 40 километров, 50 километров Все это чушь Они шпарят 70-80 вообще в легкую В центре города Еще, значит, такая, как бы, у них и вещь есть Значит, они могут Ну, допустим, какой-нибудь там додж у него Не знаю, додж не он там Еще типа того И вот надо там понтануться И вот, представьте себе, значит Куча народу идет И он там Начинает газовать там, блин Этим адовым выхлопом там Не знаю, может, как-то привлекает народ этим Но Когда ты идешь с ребенком И он из этих вот перегазовок начинает затрагивать Хорошего мало на самом деле По-моему, все Вон там этот, вниз Ну, Лена, все Она уже, походу, совсем все плохо Ты как там, держишься еще? Прекрасно Прекрасно? Мотай головой по сторонам, что все капец Ну, то же самое, что и Да, да, да То есть, о, в общем Загорели, а вообще капец Все загоревшие, сгоревшие Не без этого Идем вниз Не знаю, хватит аккумулятора Телефон или не хватит Еще там Note 4 Galaxy Note 4 Он не особо нормально держит Аккумулятор То есть, буквально там, допустим При средних нагрузках Вот он тебе хватит Причем новый аккумулятор Туда покупаешь От силы хватает Там, не знаю, блин Ну, часов там С 9 утра там До 19 дня Потом все Там уже 20%, 10% Хоп И он садится полностью Вот такие типичные туристские дома То есть, три этажа Все Абсолютно без изысков Чисто, чтобы жить И зарабатывать на туристах деньги Нам еще рассказывают Такую тюльку Что у них все провода в земле Смотрите Провода, короче говоря Все находятся наверху И возможно У кого в этих зонах Туристических Они находятся внизу А по факту Все это находится Он по поверку Все идет Так, здесь Переходим дорогу Все, пришли Пойдемте, пойдемте Вот он Нет, нет, нет Мы сейчас вниз Вниз замороженным Быстро Ну вот Короче говоря Мы это сделали Спустились По времени Получается Ну вот По записи 28 минут Ну Считайте, что Полчаса Спуск вниз У меня Вот уже сейчас Закончится Все Осторожно Под ноги Стекла валяются Так Провода не трогайте Так вот Низ обходим Идем замороженным Да Пошли в отель сразу Я тоже так думаю Вот Все Мы значит В сторону Клеопатрии Пришли Там была такая развилка Нам благо турок Подсказал Молодец Что надо нам было Налево заворачивать Все Вот эти таксисты Вредные Да я вижу Что он там Подходит Толку-то Или ты хочешь Еще раз туда скататься Нет Показать людям А Ну вот Кстати Да То есть Получается У подножья Автобус Значит Стоит Да Те кто поумнее Не то что мы Которые первоходы Значит Они естественно Вот не вот к этим драмоедам Садятся в такси А они вот этот Муниципальный автобусик Номер 4 Дожидаются Который стоит По моему Двейлер Из-за человека И спокойно 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 На самый верх К этой башне едут А все эти таксисты Могут гореть в аду Да Вот так Вот так Все Всем пока Всем спасибо Мы это сделали Мы пришли вниз Ура